Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 апреля, я продолжаю высаживать томаты свои в теплице. И у меня уже есть, что вам показать, но показывать я сейчас буду не то, что я высаживаю, а какими могут быть солнечные ожоги. Многие люди, когда выставляют на солнце, хоть под пленку, хоть просто вот так в теплицу, и потом наступает такое небольшое похолодание, и увидев на листьях такие коричневые, желтые пятна, вот сегодня был комментарий, они не знают, что подумать, или это болезнь, или это результат похолодания. Но вот я вам сейчас покажу, как выглядит солнечный ожог. Солнечный ожог выглядит так же, как ожог химический, то есть если бы вы полили каким-то препаратом и сожгли бы листья, вот так же выглядит. Иногда даже и не подумаешь, что это солнечный ожог, видите один листик. Но это точно солнечный ожог, потому что я когда вчера выставила их, возможно у него стакан был более сухой грунт, я видела, что вот этот листик совсем подвял, но так как прятать я его не стала, я же говорила, что я провожу закаливание, он все-таки, этот листик у него сгорел, ну вроде я посмотрела, грунт не, ну не важно там, почему он сгорел, может быть он оказался сорт более капризный, но мы посмотрим, что если бы это был результат похолодания, но тут в теплице не холодно, то вот эти листья, они бы все, ну и похолодание совсем по-другому выглядит, я бы увидела утром, что они все повяли, как опали, и лишь потом бы они почернели, солнечный ожог чернеет листья сразу же, вот прям буквально вчера его прижегло, сегодня он вот такой, и пройдя вот так по томатам, я сегодня сделала медосмотр, я увидела, что все они хорошо тут простояли, солнечный день, но вчера было очень жарко, было очень жарко, и некоторые вот эти вот, которые высокорослые, они были пониклые, такие листики, ну немножко подвяли, несмотря на то, что они взрослые, и они в преддомовой теплице стояли очень давно, все они перенесли хорошо, но один листик сгорел, но даже не листик, а у этого вот растения почему-то, и вот этот листик сгорел, и этот, тут может быть два варианта, возможно при поливе, я стараюсь туда внутрь поливать, в стаканчики, когда на солнце, возможно при поливе брызнуло на лист, и осталась вода, я всегда говорила, что если вода остается на листях, и солнце уже, ну как, высоко, сильно прижигает, то непременно может получиться солнечный ожог, но этот вот видеоролик я сняла просто к тому, что если вы увидите вот такие вот листья, это не обязательно болезнь, это не обязательно рассада ваша замерзла, то, что не замерзла, это точно, здесь больше 10 градусов было ночью, вот такие солнечные ожоги иногда бывают, просто сегодня пришел комментарий, мужчина говорит, распекировали, выставили на улицу под пленку, появились коричневые пятна, желтые и коричневые пятна, возможно вот эти ваши желтые и коричневые пятна, это и есть солнечные ожоги, если резко стало жарко, стало очень яркое солнце, припекает, если еще под пленкой конденсат может капнуть на листе, ожоги солнечные неизбежны, эти термические ожоги, они бывают очень часто, у меня в теплице иногда конденсат уже на высаженную рассаду капает, и белые пятна прям такие, как будто кислотой брызнули, но я не обращаю внимания, потому что это неизбежно, сейчас двери открывать мы не можем, проветриваться мы не можем, и если сверху капнет, а потом выйдет солнце, тут уже ничего мы сделать не можем, вот я сейчас их высаживаю, я их вынесла, видите, они какие ярко-зеленые, красивые, но постояв здесь несколько дней, возможно капельки, которые попадут, потом солнышко прижгет, возможно будут ожоги, но ничего страшного, обычно это никак сильно не отражается на томатах, нарастают потом новые листья, мы дождемся, когда можно будет проветривать дверь и открывать, все это уйдет, вот эта пора у нас сейчас самая сложная, нельзя проветрить, тут большая влажность, томаты не очень любят, иногда бывает им некомфортно здесь, но им придется немножко подождать, все, до свидания.